ПЕСНЯ 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 Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Какой красотой удивляет, над чем заставляет задуматься, о чем помечтать. Информ-дайджест конкурса «Это мой край». Фестиваль проводится в городе Велико с 2010 года. Основная цель фестиваля – средствами кино показать жизнь белорусских городов и деревьев, их культурное наследие, историческую память. Мы желаем всем участникам успехов и приглашаем к микрофону председателя районного совета депутатов Наталью Александровну Радевич. Дорогие величане, дорогие гости, действительно, наш праздник-конкурс любительского хронического фильма проводится уже четвертый раз. Я возглавляла в комитет все эти годы и с удовольствием отмечаю о том, как сохраняется и география нашего конкурса, и всегда участвуют наши юбилейские участники. На мой взгляд, в сегодняшний праздник-конкурс представлены очень серьезные, достойные друг друга работы. Я думаю, вы от просмотра получите большое удовольствие в плане историческом, эстетическом, культурном. Но все эти фильмы, и первого, и второго, и третьего, и четвертого праздника конкурса объединяет одно – это любовь к родному краю, это любовь к сохранению исторического наследия, это любовь к родной природе, это поиск нового, интересного, поиск того, чтобы закрепить это сегодня вот этими способами, техническими способами, которыми существуют, закрепить и оставить для будущего поколения. Приятного вам просмотра! Наша память идет по лесной партизанской грамме, не смогли зарасти эти тропы народной судьбе. Молодость моя, Белоруссия! Музыка Для награждения номинантов и победителей четвертого регионального праздника конкурса приубительского краеведческого фильма «Это мой край» приглашается наше уважаемое жюри. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые гости нашего праздника. Вот и наступил тот волнительный момент, которого все ждали с нетерпением до подведения итогов нашего конкурса. Я, как председатель жюри, хотела бы вначале сказать несколько благодарственных слов организаторам праздника, выразить благодарность районному исполнительному комитету за большую подготовительную работу, за саму возможность проведения такого праздника, который является, в общем-то, редким событием в Белоруссии. Я хочу пожелать фестивалю набирать обороты, жить плодотворной жизнью и привнести в культуру Белоруссии новые имена, новых режиссеров, которые своими фильмами наполнят культурную составляющую нашей жизни, чем-то значимым, помятным, добрым, необходимым для нашей жизни. Передаю слово членам жюри, которые начнут оглашать результаты. Еще раз добрый день, я верю им и удячно на тему рыдачам, які дочекались к финалу. Еще ж таки у конкурса за федой выбираются пероможцы. И я за довольнением запрашаю на эту сцену Евгена Грищенко, город Новополоск, пероможцы. Сейчас все-таки у нас начало конкурса «Марковская красноучная фирма». Это мой край у номинации за лепшую коллективную работу. Любительское кино – это праздник души, где на самом деле отражается стремление показать свой родный кут, свой родной край, свою страну. И то, что делаете вы, то, чем занимаются на вашем конкурсе – краеведением. Это очень большая работа для подрастающих поколений, потому что краеведение – это одна из важнейших отраслей истории. Ибо народ, забывший свое прошлое, к сожалению, не имеет будущего. Пользуясь случаем, хочу передать вам большой привет от Андрея Сухожевского. Он очень сожалеет, что не смог приехать на фестиваль, потому что, к сожалению, сегодня у него большая работа. Сегодня в Новополоске начался свой фестиваль, детский музыкальный конкурс «Халикало». И Андрей онлайн фактически сейчас на нем работает. Поэтому любите свой край, свою малую родину, свою страну. И так само пероможцу Андрею Сухожевскому с города Ваполоска по номинации «Мои славутые земляки». Ну, мне посчастило поручить у Знагороду диплом за легшую индивидуальную работу. И мы все вырешили, что это фильм, который присвящен такому напою, как «Шпанка», про который мы, до речи, ничего не ведем. Поэтому на сцену запрошается Эдуард Наваганский. Беларуси, к сожалению, мало в фестивале и конкурсах кинолюбителей. А ведь они ближе всего к народу, они душой, в свое личное время занимаются криведением, созданием фильмов. А ваш киноконкурс, единственный, на мой взгляд, в Беларуси, который высоко предстанственен, он приобщает каждого здесь сидящего и тех, кто посмотрит за пределами этого зрительного зала эти фильмы, к своей истории Беларуси, к малой родине. А так важно, чтобы сохранить историю нашей малой родины. Почему? Потому что прошло каких-то 50, 40, 70 лет, и очень сложно добраться до истины, на терпленное подтверждение того, что было, а хочется подать объективы. Художественных фильмов много, по экранам крутятся, но они однодневки. Документальные фильмы, такую фразу я слышал, с каждым годом становятся ценнее и значимее, потому что они пишут историю людей, а мы пишем историю наших малых родин. Ну, я бы хотел сюда еще запросить Микиту Медведева, якого мы вырешили в Загороднице за легший творчий дебют, потому что этот хлопчик упершен на нашем фестивале, и хотелось бы только добавить, как наставнику ему, я бы еще раз таки наставник по профессии, больше все-таки говорили на Беларусской море. Ну, я очень люблю путешествовать, и мне очень, ну, спасибо, что пригласили меня. Огромное спасибо. Работа нашего Сергея Литвиновича, нашего ведейского, нашего земляка, Аблан Васильевича Лашутка, мы ее означали именацией «Культурные добытки моего края». Ну, я, прежде чем пойдет на сцену, хочу сказать, что действительно очень примечательно, что появился этот фильм, его можно будет потом еще и расширять и использовать. Я думаю, что у Сергея намного больше материала, чем он втиснул в рамки вот этого 15-минутного нашего требования, положения. Вот, я думаю, что он может создать на основе того материала, который раньше был снят, и который сейчас снят при открытии класса. Вот, большой, хороший документальный фильм, и я желаю ему еще поучаствовать в других фестивалях, внести слово «Лашутки» к другим тоже зрителям. А так, спасибо за то, что вы создали этот фильм. Приз в номинации «За лучшее режиссерское решение» присуждается Ивченко Дмитрию, Витебская область, город Толочин, фильм «Неизвестная Толочальщина». Вручаю вам. Картарий Готов, уже через два года проводится, могу так назвать, фестиваль, на который приезжаю и я с радостью, и даже привез на этот раз с собой еще новых участников, своих коллег, кинолюбителей. Вот мы обсуждаем это все, этот конкурс, и очень, конечно, желаем, чтобы он расширялся, чтобы участников становилось больше, чтобы и мы смогли где-то чему-то поучиться, передать свой опыт, поделиться, ну и чтобы и молодежь, и взрослое поколение все-таки приобщалось к реевидению, потому что это очень важная тема в жизни общества. Ну и мы таким образом этому помогаем. Гран-при нашего фестиваля присуждается «Лесун Екатерине», «Город Березино» за фильм «Земля, где почаился твой лес». Фильм как бы раздвигает рамки той территории, к которой он посвящен, и обращается к зрителю непосредственно, независимо от того, где и чья малая родина находится. К сожалению, автор фильма не смог приехать на конкурс, но приз будет передан. Беларусь Редактор субтитров А.Семкин